ДТП в автозаводском районе Тольятти накануне вечером столкнулись с Калина и автобус ПАЗ. Предварительно, скажем так, вина водителя автобуса усматривается, так что при разводе на зеленый сигнал сфотофора не уступил дорогу встречный автомобиль. Скорая увезла пассажира с Калины, водитель в Калине сейчас еще сидит и пострадавших с автобусом, автобусы тоже пострадавшие с черепоносговой травмой. Больше всех пострадал пассажир Калины, 27-летнего мужчины закрытый перелом плеча, двое пассажиров автобуса получили ушибы, им назначено амбулаторное лечение. А это преступление поражает своей жестокостью. Подозреваемых полицейские, можно сказать, нашли благодаря результатам ДНК. Отпечатки одного из них остались на ноже. Это фото с места происшествия. По версии следствия, в Волжском районе этим оружием двое молодых людей убили таксиста. Они были навеселее, кровь бурлила, хотелось приключений. Они решили поприкалываться, как они сказали, на таксистом. Младший самый из них, которым 17 лет, находился на заднем сидении, достал кухонный нож, ударил в шею, попал прямо в артерию. Таксист резко остановился, выбежал из машины. Они его стали догонять и в ходе преследования внесли еще несколько ножевых ранений. После, по версии следствия, молодые люди подожгли машину, а затем и тело мужчины. Не исключено, что так они продолжали развлекаться, а не скрывали улики. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 20 лет лишения свободы. Усиленные наряды охраны. Подозреваемых подвозят вплотную к запасному входу суда. Они даже не попадают под прицелы видеокамер. Сегодня выносят приговор банде, на счету которой 24 эпизода. В прессе их окрестили банда врачей. Правда, к медицине эти люди не имеют ни малейшего отношения. Прозвали их так из-за того, что злоумышленники пользовались медицинскими масками, чтобы скрыть лица. По данным следствия, за ними числится похищение платежных терминалов, кража и серия разбоев. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в помещение врывается несколько человек. Действует слаженно и четко. Вырывают терминал из ниши. Выносят его на руках. На все уходит меньше пяти минут. Следующий кадр видеосъемки – это фитнес-центр. Пока одна группа укладывает на пол и связывает персонал, двое других мужчин взламывают дверь в кассу, хватают сейф. На дело преступники выходили в основном ночью. На последнем заседании суда все подозреваемые признали свою вину. Лидера группы приговорили к семи годам колонии строгого режима. Остальным дали в среднем по пять-шесть лет. Пока неизвестно, будут ли стороны обжаловать приговор. Субтитры создавал DimaTorzok